Не поверил быть. Не отпускли Всевышнего. Происходит бедствие или благополучие. Дорогие братья и сестры, за Господа последнее слово. Он ставит точку. Без его боли ничего не случается, что случается на земле. Братья и сестры, мы можем рассказать, как вообще Андрюшев появился в этом мире. У нас было трое дочерей, у нас не было сына и одна сестра. Руслана, пострадавший мне из нашей молодежи, она сейчас умирала уже в Америке. Она даже спрашивает меня, брат Павлик, а ты хотел бы иметь сына? Я говорю, Руслана, о чем ты любишь? Конечно, даже очень. Она говорит, а ты вообще верующий человек или нет? Я говорю, сестра Руслана, как, как, ничего не пойму. Если бы ты был верующий, я бы был сын. Вы знаете, я аж так и присел. Я говорю, благодарю сестру Руслана. Спасибо, хорошо. И мы стали болиться. И Бог дал нам сын долгожданного, любимого, не очень любые люди. И вы знаете, врач и сестре, когда ему было 4,5 месяца, он слегка заболел, простудой. Я говорю, Галя, езжай в больницу, немножко ты отдохнешь, подлечится он. И только его положили в больницу, а ему какое-то лекарство неправильное делили. У него была реакция, и два раза он был в клинической смерти. И я думал, уже все. В это время у нас было много гостей с Украины. Душ в Пепловоде сосуд был Павел, Франчик, где-то, ну вы знаете. И еще были братья. И так мы рассуждали. И мы говорили, наверное, уже, мы отпускаем нашего сыночка. Она говорит, Павелик, ты что? Для чего нам Богу вам дал? Если Бог нам его дал, я не могу понять, я не согласен с этим. Я говорю, давай тогда молиться за исцеление. Мы начали молиться, Господи, исцели нашего сыночка. Два раза до клинической смерти. Вы знаете, молились, и по домам молились, и по-моему, они у нас дома даже были молились. И сильная молитва была, и было такое видение, что Ангелий Божий возвращает нам его. И говорит, а вы несите его на руках молитвы до совершеннолетия. Знаете, сейчас это было 21 год назад. Конечно, там у нас, в Советском Союзе бывшем, совершеннолетие наступает в 18 лет, а здесь, в Америке, в 21. У нас всегда это был вопрос, почему до совершеннолетия. Вы знаете, братья и сестры, когда ему было 4-5 лет, я не мог уехать из дома на машине, потому что, если я уезжал, я выходил через дверь, вот это, я уезжаю, он бежит сзади, кричит, папа, папа, и так кричит, таким голосом. Соседи выбегают из домов, потом видят эту картину, улыбаются и возвращаются назад. Он очень сильно меня видел, мне приходилось через окно. Вы прыгаете, если надо с удочной уехать, потому что лета, затмести его, чтобы он не видел, что я вошел. Потому что это очень поздно, он меня любил, очень я его любил, я люблю всех своих детей. Ради и сестры, вот такая ситуация. Потом он возрастал, еще и сошелся в школе. Пришелся в школе, вот такой миловидный был мальчик. Девочки иногда приходят и говорят, маме, мама ближе к детям обычно, и она больше дома. Мама, ну все обижают нашего Андрюшу. Ну, как-то надо помочь этой ситуации, все бьют его. Ну, нам отдал ему совет, Андрюшенко. Самому верующему, нам драться нельзя. Ну, ты себя в обиду не давай. И когда он так сказал, прошло короткое время, он стал держать четвертый класс. Вот такая он была судьба против себя. И иногда мы даем не совсем уже правильное вставление, один как лучший. Вот, и он так возрастал, возрастал. И когда мы уезжали в Америку, он немножко, мы смотрим, что с ним гидали. Я начал его сильно наказывать. Он как бы ощепился, как щенок. Знаете, как собачонок на меня плакал. И я вижу, что это не помогает, он не меняется. Когда мы начали вопиять Богу и ограничиваем друзей его, которыми он имел общение, и это дал результат. В это время у нас были огромные проблемы с уездом. Вот кто знает, тот знает. И мы два месяца жили в Томске, моего родного брата. За это время, вот, эти, на служении, на единицах в Томске, в Мер, в Наса суд. И как-то Бог дал, что Андрюша поисповедовался. За него помолились, он былшим духовным окрещением. И полностью поменялась его жизнь. В Америку он приехал, он был христианином, крещённым духом. Судья. Братья и сёстры прошли несколько лет, и это было всё очень хорошо. Потом мы видим, что он начал очень веско уклоняться в сторону. Когда ему было 14,5 лет, он несколько раз проповедовал, до 14,5 лет. У нас из фотографий он проповедовал. И как бы и неплохое, а как и будущее у него. На мой взгляд, христианское было. И потом он пришёл в хор, 14,5 лет, вот его друзья стоят. Я не знаю, были ли они тогда в хоре. А у нас там был такой порядок, только с 15-й в хоре. И когда ему сказали, что ты не можешь быть в хоре, когда тебе будет 15 лет, тогда ты придёшь хор. Когда ему стало 15 лет, ему уже не нужен хор в хоре. Братья и сёстры. Он уже тогда не ходил в хор. Он просил у меня гитару. Папа, мне нужна гитара. Мне нужна барабана, но барабана снова нет.